Возможен ли реванш Армении в Карабахе? Мэй-24-2021 российский политолог Андрей Иванов отмечает, то перед выборами в Армении говорят о скором реванша. Для Армении это будет иметь негативные последствия, передает Эйз. Эйзи, реванш Армении в Карабахе невозможен. Об этом сказал Трент, глава Центра стратегического анализа Института инновационного развития РФ, известный российский политолог Андрей Иванов, комментируя нестабильную политическую обстановку в Армении, в связи с предстоящими досрочными парламентскими выборами. В период предвыборной лихорадки армянское общество взбудоражено, и в этом нет ничего удивительного. В Армении за все годы независимости так и не получилось создать стабильную политическую систему и сформировать нормальную политическую культуру, сказал Иванов. По его мнению, одна из глубинных причин этого кроется в том, что фактически никто из политиков не предложил внятной стратегии развития страны, а предпочел обращаться к мифам. Вместо того, чтобы думать об экономике и социальной сфере Армении, ее политики предпочитали дурманить народ сказками про какое-то национальное величие, делать отсылки к историческим фактам двухтысячелетней давности. Какой может быть политика в обществе, которому 30 лет умышленно навязывали безумие как норму жизни? Отметил Иванов. Я помню, как три года назад Никола Пашиняна буквально носили на руках, и вот теперь он антигерой. И дело не в конкретных именах, а в самой сути армянской политики, которая строится на песке. Конечно, перед выборами все будут говорить о скором реванше. Причем абсолютно все политики. Голос разума там звучать не будет. Какие это может иметь последствия? Для армянского общества негативные люди еще больше погрузятся в иллюзии, сказал политолог. Он также подчеркнул, что реванш Армении в Карабахе невозможен. Азербайджанская армия закрепилась, Армения ослаблена, а ситуацию охраняют российские военные. Так что внутри Армении будет настоящее кипение, сказал Иванов.